Всем привет! Меня зовут Стелла и сегодня мы с вами поговорим про разный способ расслабить ваш дом и в частности расслабить ваш гардероб. Когда я пыталась структурировать как-то в своей голове всю эту информацию, которую я знаю про расслабление и деклатринг, я поняла, что примерно есть 9 таких, наверное, популярных, более-менее известных способов расслабления, которых можно отнести в отдельные такие техники, методики. Интересный факт. Примерно 4 года назад, в июле 2016 года, я сняла видео про расслабление по методу конмари. Я прочитала очень классный книг, который называется «Метод конмари». Книга меня настолько захватила, что я теперь всем о ней рассказываю, ну и, конечно же, не могла упустить возможность не рассказать о ней и вам. Как раз тогда, тем летом, я расслабилась, выкинула огромное количество вещей, переосмыслила, какие вещи я покупаю, какие не покупаю, как вообще хранятся, организованы вещи у меня дома. И, в принципе, наверное, как-то более-менее осознанно решила с этого момента быть минималистом. Поэтому в сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о разных способах расслабления, включая конмари и разные другие популярные методы. Многие из них я пробовала, поэтому я поделюсь не просто информацией, но и своим опытом. Какие-то я не пробовала, и один, кстати, метод я хочу попробовать сейчас. О нем дальше вы тоже узнаете. В описании к видео будет таймкод, то есть, если вы про какой-то метод знаете и не хотите про него слушать, вы можете перескочить к того методу, про который вы еще не знаете. Ну что, давайте начнем с метода конмари, потому что он самый популярный, самый такой, мне кажется, противоречивый, потому что кому-то он очень сильно нравится, кто-то его сильно критикует. И это что-то, что я пробовала 4 года назад. Поэтому, мне кажется, спустя столько времени я более-менее объективно могу его оценивать. В чем вообще суть метода конмари? Проанализировать все вещи, которые есть в твоем доме, вот все, от вещей заканчивая какими-то украшениями, бумажками, книжками, документами, какими-то сентиментальными штуками. Все это проанализировать и понять, насколько эти вещи приносят тебе радость или не приносят. И, соответственно, оставить только то, что тебе действительно нужно, важно, ценно, то, что ты хочешь оставить. А не то, что у тебя лежит по умолчанию, потому что ты вообще забыл, что это есть, или просто потому, что у тебя неорганизовано пространство и вещи скапливаются сами по себе, потому что у тебя нет практики их как-то вот отфильтровывать. С точки зрения расхламления, у конмари там прописана целая методика, и лучше, конечно, если вы когда-то захотите сделать, прочитать ее книгу. Я видела людей на ютюбе, которые говорили так, что, ну, я вот книгу не читал, но я послушал многих ютюберов, и вот, что я думаю про метод конмари. Нет, нужно прочитать всю книгу от начала до конца, потому что у нее там много моментов, таких вот идеологических, эмоциональных, не знаю, психологических, которые не связаны непосредственно с вещами, а связаны с тем, как мы относимся к себе, как мы относимся к миру, другим людям, к вселенной и так далее. Например, один из основных пунктов, про который люди часто забывают, обсуждая метод конмари, что она начинает свое расхламление с определения цели. Она говорит о том, что нужно определиться с тем, какой целью ты сейчас делаешь это расхламление. И сами цели могут быть вообще не связаны никак с самими вещами. Например, кто-то может сказать, я хочу себя чувствовать более уверенным в себе, быть таким, каким я хочу, они, каким я не знаю, формируют общество. И тогда, понимая эту цель, через расхламление ты можешь прийти к себе. То есть ты можешь понять, эти вещи тебя не определяют, а есть какие-то вещи, которые тебя определяют, но ты, там, не знаю, стесняешься их выставлять, или ты их не носишь, или ты их вообще не покупаешь. И вот через расхламление ты можешь это прочувствовать. Она говорит о том, что определение цели дает тебе больше, во-первых, мотивации этот деклаттеринг сделать, а во-вторых, в процессе деклаттеринга ты как раз и делаешь его не просто бессмысленно, ой, все побежали расхламляться. И я побежала, ты как бы это делаешь, что-то понимая про себя, как-то, в общем, рефлексировая на свою жизнь. И у неё там был такой классный пример, который мне больше всего запомнился, что она делала расхламление для какой-то девушки, они смотрели на её полку книг, и девушка была готова отказаться от большого количества книг, то есть она была готова их выкинуть, куда-то отдать, да. Но были определенные книги, которые она не готова была с ними расстаться. И они вместе с Мари Кондо стали смотреть, почему вот именно эти книги она не хочет отдавать. Оказалось, что эти все книги плюс-минус на одну и ту же тематику. И на самом деле это та тематика, та область профессиональная, в которой девушка хотела всю свою жизнь работать, но она никогда не решалась поменять работу и попробовать обучаться. И вот именно расхламление помогло её переосмыслить, что она реально хочет от жизни. Вот такой вот вроде бы кажется магический пример, но это то, что действительно происходит во время расхламления по методу Конмари, поэтому они называют его магическим расхламлением. Как происходит само расхламление по Конмари? Она говорит, что расхламляться нужно обязательно по категориям и начинать с самой простой категории. То есть, если мы начинаем расхламляться, не знаю, с проводов и зарядок, с каких-то там гаджетов, например, то мы все гаджеты из всех комнат должны вынести в одно место, не знаю, свалить на кровать или на пол, чтобы они вот лежали одной кучкой все вместе. Соответственно, какие-то у тебя гаджеты могут быть в одной комнате, какие-то гаджеты быть в сумке, какие-то зарядки могут быть там на кухне, где-то ещё валяться. То есть, ты всё это вытаскиваешь и кладёшь в одно место. Когда ты все это кладешь в одно место, во-первых, ты понимаешь, как много у тебя них Во-вторых, ты можешь обнаружить, что у тебя куча дубликатов Потому что когда они тебе лежат по разным комнатам, вроде кажется, что ну ок Третье, да, ты понимаешь, вот глядя на эту кучу, что из этого тебе реально нужно А что из этого, возможно, не нужно И вообще ты забыл, что у тебя эта зарядка есть И вообще она от какого-то прибора, который ты уже выкинул, не знаю, 5 лет назад Начинать нужно именно с тех категорий, которые вам самые простые То есть если вы, например, как я, да, маньяк, там, не знаю, книжечек, бумажечек, записных всяких штучек То с этой категорией расхламляться не надо Потому что вам будет сложно расстаться с вашими 20 ручками, 100, карандашами И даже если вы их не особо используете, вам все равно будет сложно Потому что у вас есть какая-то эмоциональная привязанность Начинайте с тех вещей, с которым нет эмоциональной привязанности Например, одна из таких категорий может быть какие-то бумаги, документы, чеки и прочее Вы берете все, где у вас валяются какие-то чеки, инструкции Не знаю, какие-то бумажки, связанные с какими-то счетами, еще что-то И проходите все эти бумажки И смотрите из того, что уже можно выкинуть, да, то, что неактуально Может какая-нибудь там гарантия, которая уже вышла давно Или какой-то чек, который вы хранили, думали, что что-то вернете Но время, в общем-то, вышло То есть вы все это проходите, те бумажки, которые у вас остались Вы понимаете, что вам нужно их хранить, как вам нужно их хранить Вы можете определить, может быть, вам не нужно их хранить в бумажной форме То есть я просто, например, все чеки или какие-то штуки, которые мне не нужно в оригинале использовать Я почти ничего не храню в оригинале Я фотографирую и складываю в программу Evernote Там у меня хранятся какие-то важные мне там визитки или еще что-то То есть вы можете все это отфоткать с телефона и сложить в эту программу То, что нужно хранить по каким-то причинам Ну и плюс какие-то документы, да, там контракты, еще что-то Вы все это сложите в одну папку Я помню, что когда я расхламила всю эту кучу каких-то писем, каких-то бумаг У меня в итоге сложилась одна папочка И сейчас я вам, кстати, покажу, как выглядит моя папка для документов Она существует в таком виде вот с тех пор, как я расхламилась по Канмари И у меня нет какого-то засилья бумаг, чеков и прочего-прочего Вот так вот выглядит моя папочка Здесь хранятся все документы Включая какие-то важные записочки, письма, еще что-то Все лежит вот структурировано И поскольку у меня есть вот эта вот очень ограниченная папка Которую я привезла с собой из Бали И она вот со мной с тех пор путешествует Когда ко мне поступают новые документы И поскольку я не хочу, чтобы эта папка превратилась в 10 таких папок Перед тем, как что-то сохранить туда Я продумываю, надо ли мне это сохранять Или я это могу просто отфоткать и хранить в электронном виде И, соответственно, это позволяет мне вот в таком вот формате существовать Так постепенно вы двигаетесь от категории к категории Потом вы можете, не знаю, расхламить там всю косметику У кого есть ее много Расхламить там где-то все бытовую химию Расхламить аптечку Потому что в ходе этого расхламления Вы также можете проверить, у чего уже прошел срок годности Очень давно тоже все это выкинуть И вот постепенно, да, вы подбираетесь к каким-то вещам Которые для вас либо сложны для расхламления Например, кто-то очень любит книги И ему сложно расхламляться с книгами Кто-то обладает большим количеством одежды И ему сложно расхламляться в плане одежды Самая главная фишка конмари заключается в том Что у нее есть хитрый способ определения того Оставить вещь или все-таки избавиться от нее У нее есть такое понятие, как Приносит ли тебе эта вещь радость? Делает ли тебя эта вещь счастливой? По-английски называется spark joy Для того, чтобы целиком понять концепцию Что это значит, приносит вещь радость или нет Лучше смотреть мои другие видео про конмари Или читать книгу В двух словах про это не расскажешь От себя скажу, что когда ты наконец-то понимаешь этот принцип Его потом очень здорово применять на разные другие сферы жизни Начинаешь понимать, какие цели твои А какие цели ложные И тебе нужно от них избавиться То же самое касается каких-то проектов В которых ты участвуешь, но которые на самом деле Не приносят тебе никакую радость Не делают тебя счастливой И разных других вещей Самая такая большая критика вот расслабления по методу конмари Как раз заключается в том, что она предлагает выбрасывать все И не оставлять ничего На самом деле нет Там риторика на том, что мы оставим То есть мы идем от того, что нам реально в жизни надо Суть заключается в том, что вы должны честно себе сказать Вам это действительно нужно Или вы это храните Просто потому, что кто-то когда-то вам сказал Что такие вещи нельзя выбрасывать То же самое, не знаю, кто-то подарил вам какую-то вазочку Какой-нибудь родственник И вы такой, ну неудобно ее выкинуть Она, конечно, не очень вписывается в мой интерьер Ну пусть она там где-то валяется Где-нибудь подальше Но выкинуть ее нельзя Потому что ее уже подарили Конмарежа как раз вот своими вот этими методами Она разбивает очень много стереотипов С точки зрения подарков Для меня это была большая такая история То, что если тебе что-то подарили То эта вещь уже отслужила свою службу В тот момент, когда человек выбрал это для тебя Он тебе это подарил Ты порадовался, что ты получил подарок Но если ты потом понял, что эта вещь тебе в жизни на самом деле не нужна Нет ничего плохого в том Чтобы от нее избавиться То есть передарить ее кому-то Переотдать тому, кому она больше нужна И вот у Конмари тоже очень много таких интересных идей На тему того, что есть кто-то другой Кому эта вещь более нужна в данный момент, чем тебе Кто-то ее будет носить, возможно, с любовью, с огромной Потому что она впишется в его там стиль Гардероб и так далее Вместо того, чтобы эта вещь просто будет лежать на полке И, в общем-то, бессмысленно свое существование продолжать Помимо того, что она рассказывает про расслабление Она также дает много советов по тому, как потом организовывать вещи в своем доме более эффективно И также она рассказывает о том, как относиться к поступлению вещей в твой дом Потому что, мне кажется, одна из самых больших ошибок людей, которые расслабляются Они рассламились, но они никак не поменяли свои привычки, связанные с тем, что они вносят в свой дом И они все так же продолжают покупать бессмысленные вещи Также продолжают хватать все бесплатное Привозить какие-то баночки, не знаю, шампуни из отеля и прочее-прочее То есть, у меня получилось так, что вместе с расслаблением я также внесла в свою жизнь новые какие-то привычки Поэтому у меня не случилось какого-то отката по Конмари Хотя я знаю, многие рассказывают, что да, все пошло по одному месту Если говорить о плюсах и минусах Конмари В общем и целом, спустя 4 года я до сих пор считаю, что это один из самых таких мощных инструментов Для, не знаю, изменения своего образа жизни Когда я смотрю сейчас на какие-то свои привычки, на свое отношение к вещам На то, как у меня организованы вещи в дом, как попадают ко мне вещи в дом Я понимаю, что я до сих пор следую ее принципам Но про все это, наверное, я отдельно поговорю в отдельном видео про Конмари Потому что я хочу прям длинное, очень подробное видео про это сделать Из того, что можно назвать плюсами и минусами Конмари Плюс то, что она действительно радикально меняет количество вещей в твоем доме И заставляет тебя пересмотреть вообще отношение к вещам, к вещизму К тому, как у тебя организованы вещи Из минусов то, что это реально трудоемкий процесс Потому что когда ты вываливаешь вот эти все вещи Там все шмотки, всю посуду И тебе там нужно вывалить в одно место Когда я это делаю, у меня ушло на это несколько полных дней Я думаю, что практически недели То есть это реально нужно выделить, не знаю, целый отпуск на расслабление Да, это кажется, конечно, странным так провести свой отпуск Но результат, который ты получишь, он реально будет стоить этих недель Но, конечно, те люди, которые не готовы выделить такого количества свободного времени Или которые растягивают Конмари, не знаю, на месяцы и годы Эти люди как раз и жалуются на то, что потом Конмари не работает То есть я верю в то, что это работает только если ты это сделал раз и навсегда С точки зрения организации вещей, то есть хранения Я далеко не все использую из Конмари Его тоже, кстати, как раз ее критикуют за то, что вот эти рулончики она складывает Но мне кажется, люди не понимают, что хранить вещи ты можешь так, как тебе удобно И нужно разделить в ее книге ту ценность, которую приносит глава про расслабление И уже как бы критично подойти к той главе, которая связана с организацией пространства Потому что, возможно, у тебя другие потребности, другие реалии Какие-то из вещей, которые она советует, я применила И вот тоже как раз в отдельном видео про Конмари буду про это рассказывать Ссылка, как обычно, будет в описании Последний минус, наверное, который есть у Конмари, что этот метод, мне кажется, не дается людям У которых есть эмоциональная привязанность к вещам То есть которые копят вещи, боятся от вещей избавиться Избавляться по каким-то психологическим проблемам Она, в принципе, описывает в книге, из-за чего мы боимся избавляться от вещей То есть это имеет абсолютно нерациональную, непрактическую сторону То есть люди, которые копят вещи и захламляют свой дом Они думают, что они супер такие молодцы, плюшкины, у них все на каждый день есть И даже я когда делала это видео про Конмари, да, мне писали в комментариях Что, а вот, я там пять лет назад не выкинула какую-то такую тряпку И вот сейчас она мне понадобилась, а что бы я сейчас делала без этой тряпки То есть это связано не с рациональной стороной Здесь скорее есть какие-то психологические страхи, что, ой, не дай бог, моя жизнь у меня не под контролем Или, например, для людей, которые когда-то там находились в бедственном положении Или переживали, да, какой-то там недостаток вещей То, естественно, потом, впоследствии они будут очень привязаны к вещам Но это как, я не знаю, все, наверное, помнят, что кто вырос, да, с бабушками, дедушками, которые прошли войну Они тебе все время говорили, что доедай свою еду, мы вот там в блокаде голодали Но это же не значит, что я теперь должна запихивать вся еду Потому что 50 лет назад кто-то голодал в блокаде То есть эти события никак не связаны от того, что я сейчас запинаю в себя эту еду От этого кому-то 50 лет назад легче не станет Но, тем не менее, понятно, почему это у бабушек и дедушек И понятно, почему у кого-то, да, могут быть какие-то такие психологические проблемы Но мне кажется, людям вот с сложными такими сложностями психологическими Им практически нереально расхламиться по конмари, потому что они держат за свои вещи Поэтому есть другие всякие классные способы расхламления Которые, как мне кажется, более лайтовые И дальше я про них расскажу Следующий метод расхламления называется минималистсгейм, мингейм В общем, игра минималистов Придумали ее ребята, которые ведут подкаст, минималисты У них также есть книги, фильмы и так далее на эту тему В общем, все тоже Ссылки на ребята тоже внизу оставлю Я сама вот эту расхламленческую игру, минималистскую игру делала в прошлом году Мы с Аней как раз записали подкаст про экологию У нас была Ася Мицкевич в гостях Она нам как раз про эту игру рассказала Потому что она пыталась ее популяризировать в России Она называлась Эко-Аси Эко-игра от Аси Правила игры такие В первый день ты расхламляешь одну вещь То есть избавляешься от одной вещи Во второй день ты избавляешься от двух вещей В третий от трех И в общем тридцатый от тридцати Таким образом ты избавишься почти от пятиста вещей Оказалось, что даже для человека, у которого В общем-то не так уж много чего выбрасывать Все равно можно найти вот этих пятьсот вещей Ну, конечно, у меня в какой-то момент уже пошел какой-то декор Естественный Из разряда я там собирала какие-то ракушки, камешки Которые я поняла, что у меня их стало уже слишком много Я избавлялась от них Потом я поняла, что у меня слишком много горшков Свободных для цветов Которые я скорее сушать не буду Потом я избавилась от какого-то количества цветов Потому что я поняла, что у меня их слишком много и эти конкретные мне не очень нравятся. Идея заключается в том, что ты расслабляешься каждый день по чуть-чуть и постепенно наращивая обороты, то есть когда у тебя уже становится привычнее расслабляться. Плюс есть какой-то элемент игры, особенно если ты можешь подписать каких-то своих друзей, подруг, не знаю, может каких-то еще людей, может на работе каких-нибудь коллег. То есть когда есть элемент соревновательности и вот такого обмена информации, эта игра проходит лучше. Именно поэтому классно, когда это проходит как челлендж в Инстаграме и все очень выкладывают, что они расслабляют. Это довольно-таки простой способ, то есть он не требует от тебя, как в случае с Канмари, собрать все эти вещи и там, не знаю, прижимать их к телу и пытаться понять, вызывают они тебя радость или не вызывают, хочешь ты их оставить или нет. Здесь как бы ты проходишь по квартире и что-то берешь. Понятно, что в первые несколько дней, когда тебе там 1-2-3 вещи делать несложно, когда мне нужно было уже выкинуть там, не знаю, 7 вещей, 10 вещей, ты уже начинаешь подходить как-то более творчески. И мне понравилось, что вот именно ты идешь как бы по нарастающей, вначале несложно одну вещь, две вещи выкинуть, но уже когда там нужно 30 вещей выкидывать, ты уже к этому моменту вроде бы разогрелся. Минус заключается в том, что мне кажется, что объективно большинство людей не обладают достаточной какой-то такой мотивации и, не знаю, достаточной какой-то самодисциплины, чтобы прям дойти до конца. То есть мне кажется, многие сдаются где-нибудь там через неделю. Произбавление, да, мы играли в игру вот именно как с точки зрения эко-игры, поэтому мы не просто выкидывали вещи на свалку, мы еще каждый раз думали о том, как эту вещь пристроить. Например, у меня были какие-то гаджеты, провода, еще что-то, я нашла место, куда можно это сдать, да, то есть именно сдать электронику. Одежда, шмотки, что-то приличное я продала, да, на сайте, ну, как БУ, в принципе, даже заработала каких-то денег. Какие-то вещи я, соответственно, отдала туда, куда можно отдать в донейшн. То есть ты стараешься таким вот образом сделать. Единственное, что хочу сказать, чтобы пытаться и расхламиться, и еще пристроить экологично твои вещи, оказалось реально большим челленджем, потому что мне кажется, я больше тратила время на то, чтобы изучить, куда это сдать. Поэтому мне кажется, если у человека все-таки стоит задача расхламиться, вначале можно это сделать хоть как-то. Как минимум там оставить, отдать друзьям, или, например, внизу, да, если вы живете где-то в большом городе, снести вниз у подъезда оставить, кто-нибудь всегда это заберет. Ну, то есть не сильно заморачиваться экологичной стороной. В общем, каких-то очевидных минусов самого вот этого расхламления я не вижу. Скорее, все минусы связаны с тем, насколько у вас хватит задора 30 дней это продолжать. Какие еще бывают расхламленческие методики? Есть классная методика, мне кажется, она не так еще популярна в России, хотя, возможно, я ошибаюсь, может быть, я просто как-то упустила эту часть интернета российского. Называется эта методика проект 333. Суть этого проекта заключается в том, что вы, по сути, строите капсульный гардероб, которым вы будете пользоваться в ближайшие 3 месяца. То есть на ближайшие 3 месяца вы отбираете 33 вещи из вашего гардероба, то есть это расхламление связано в основном с гардеробом. И носите только эти вещи. И никакие другие вы носить не можете, вы их вообще все запаковываете куда-то либо в коробку, либо в чемодан, чтобы соблазна не было. Если в этот момент вы подумали о том, что да у меня одних только носков, трусов и еще чего-то 10 штук, то вот эти все вещи не входят в 33 предмета. Туда не входят ни носки, ни колготки, не знаю, ни трусы, ни там пижамы, ни в общем какие-то вот такие предметы. Также туда не входит спортивная одежда, если вы действительно занимаетесь в ней спортом. То есть если это что-то, что вы носите на фитнес, на йогу, не знаю, на бег, еще куда-то, то это может быть отдельно, потому что понятно, что спортивную одежду часто нужно стирать после спорта. Если у вас один предмет, то можно как бы и не успевать ее стирать. Если у вас есть какая-то спортивная одежда а-ля, в которой вы просто гуляете, то есть у вас есть там леггинсы, да, которые типа для йоги, но вы на самом деле в ней ходите в обычной жизни, то их нужно включать в 33 предмета. В чем фишка этого метода? В том, что, ну, во-первых, если вы когда-нибудь, да, планировали перейти на капсульный гардероб, то это как раз способ постепенно на него переходить. То есть чтобы не резко так выкинуть сегодня все вещи и закупиться только капсульными вещами. То есть вы вот так как раз приобретаете навык строить капсульный гардероб. Когда у вас будут эти 33 вещи, и вы будете по кругу их носить, вам будет более понятно, например, чего в вашем гардеробе не хватает, да, чтобы ваша капсула была более наполнена. Если вы не из тех людей, кому интересна капсула, а вы, в принципе, просто хотите как-то расхламиться и иметь меньше вещей, то вот для этих людей, да, такой способ поможет вам лучше понять, какие вещи вы носите постоянно, какие вещи вы, например, не носите вообще. То есть если вы проносите 33 вещи в течение 3 месяцев, а потом когда на следующие 3 месяца будете новую вот эту капсулу формировать, вы можете понять, например, что те вещи, которые были в коробке, вы как-то особо по ним и не скучали. И, в принципе, тогда уже можно рассматривать такой вариант, как избавление от этих вещей, кому-то их отдать, перепродать и так далее. Особенно, мне кажется, классно этот метод работает для тех, у кого прям очень много вещей и человек не понимает, вот, да, как по методу Канмари или какому-то еще методу расхламиться, то это как бы такой безопасный вариант, и только на 3 месяца себе вот ограничиваешь гардероб. Те вещи ты никуда их не выбрасываешь, они там лежат спокойненько в своей коробочке или в чемоданчике, ждут часа. Но, возможно, за эти 3 месяца ты как раз приобретешь привычку и понимание того, что так много вещей тебе не надо. Какие есть минусы вот такого вот подхода капсульного гардероба? Первый минус, наверное, то, что это такая пугающая модель, потому что людям кажется, ну, я не готов отказаться от всех своих вещей и носить только 33. Поэтому для кого-то, да, такая вот жесткая цифра может быть барьером для входа. Я как раз сейчас хочу попробовать этот метод 33 на себе, посмотреть, насколько это вообще работает, например, со мной, хотя я уже вижу, да, какие-то моменты, где ты можешь не работать. Но самое главное, я просто хочу это сделать как эксперимент и понять вообще какие-то мои эмоции, ну, и потом вам тоже дальше про это расскажу. Следующее, ну, не то чтобы минус, такой челлендж, да, какой-то некоторая такая сложность этого метода заключается в том, что нужно учитывать сезонность. Как бы идея вот этого метода в том, что вы каждый сезон собираете новую капсулу. Но может оказаться, что вот вы, например, это видео сейчас смотрите в какой-то межсезоне, если вы начнёте свой трёхмесячный цикл, да, возможно, у вас часть этого цикла попадёт на один сезон, а часть на следующий. В этом случае, ну, можно, мне кажется, просто как бы взять более короткий срок тогда, да, и перепридумать капсулу в следующий раз, когда... или перепридумать эту капсулу не через три месяца, а через два. Ну, то есть, мне кажется, здесь можно какую-то гибкость проявить. Либо попробовать прожить эти три месяца, а там уже по ходу смотреть. Например, я слышала такие вот вариации этого метода, что допускается пять замен. То есть, грубо говоря, вот вы сформировали гардероб из тридцати трёх вещей, и где-то примерно через две недели поняли, что, ну, как бы вам не хватает какой-то вещи, да, то есть она объективно вам нужна, вот вы почему-то про неё не подумали. Тогда вы берёте эту вещь из вашей хранилки, а вместо неё в хранилку отправите какую-то другую вещь. То есть вы делаете замену, как игроки на поле футбольном. И, соответственно, разрешается до пяти таких замен за вот эти три месяца. Мне кажется, это вполне классная штука, потому что это позволяет некой всё-таки гибкости, да, ну, потому что, мне кажется, совсем уж впадать в маразм и ждать там, когда там закончится три месяца, чтобы какую-то вещь вернуть от гардероб, которая тебе объективно нужна. И плюс вы можете понять, что из этих тридцати трёх вещей по факту какие-то вещи, ну, прям вообще не прижились. Ещё один минус, который, наверное, связан тоже отчасти с погодой, то, что если погода очень меняется, то, конечно, немножко сложно будет, особенно в первый раз, планировать капсулу. И все, кто пробовал этот эксперимент, все говорят о том, что первую капсулу было прям дико сложно сформировать, потом уже через три месяца, следующую было немножко проще, потому что ты лучше понимаешь себя. То есть мы настолько живём на автоматизме и не знаем вообще, что мы носим, что мы носим чаще, что мы можем носим реже, и что нам вообще нужно для жизни. То есть вы сейчас думаете, что это не про вас, это реально про всех. Что нам сложно, да, вот такое совершать осознанный выбор. Ну, как бы со временем этот навык приобретается. В случае, как бы, если погода очень гуляющая, вот у нас, да, здесь в Калифорнии, в принципе, как раз сейчас начинается май, а май это время, когда у тебя, может быть, сегодня шорты, а завтра свитер шерстяной, потому что очень холодно. Нет, ну реально, сейчас же лето. Почему я в свитере? Ну, я была одет, что я знала, я подготовилась. Поэтому мне сейчас нужно будет как-то так вот сформировать немножко вдумчиво гардероб, чтобы он включал все виды одежды. Что я думаю про этот метод? Ну, я, во-первых, вам расскажу через три месяца, что у меня из этого получилось. Правда, единственное, что, возможно, я буду рассказывать на своем англоязычном канале. Ну, посмотрим. Я думаю, что, конечно, это немножко не очень натуральный метод, особенно если у вас нет цели сделать капсулу. Или если вы, как я, ну, сейчас, наверное, это не очень заметно, но вообще, должно вам показать, у меня есть вот такие вот вещи, вот такие вещи, и как бы довольно-таки сложно представить, как я буду собирать капсулу, вот когда у меня вот так вот. В общем, я вижу, да, определенный челлендж для себя, как я буду это собирать, потому что у меня очень разнообразная одежда, и у меня есть микс и спортивных, и классических, и романтических стилей. То есть я не из тех людей, которые за какую-то монохромность. Конечно, монохромным людям проще будет собрать гардероб. Но, с другой стороны, я вижу большой плюс, что можно как раз и научиться делать более подходящий друг другу гардероб, потому что одна из моих больших проблем, что я покупаю какие-то вещи, потому что они мне нравятся, а потом я могу эту вещь носить только с одним предметом одежды, потому что под остальное это не подходит, потому что я люблю яркие штуки. Ну, посмотрим, да, возможно, какой-то новый опыт привнесет мне вся эта гардеробная история. Напоминаю, что у меня есть Патреон, на который я выкладываю аудиоверсию всех этих видео. То есть те, кто подписан на меня на Патреоне, могут получать весь мой ютубный контент как подкаст к себе на телефон и слушать в дороге. Так вы не пропускаете мои видео и экономите время на то, чтобы сидеть перед экраном, можете послушать в дороге, гулять с собакой и так далее. Ссылка на Патреон есть в описании к видео. Еще один тоже классный метод, он такой отчасти про расслабление, отчасти вот как бы как соблюдать минимализм, потому что, мне кажется, одна из самых больших проблем деклаттеринга, что расслабиться-то, в общем-то, большого ума не надо. Но если ты не поменял свои привычки, то все как бы это вернется в предыдущее состояние. И вот в этом смысле мне нравится Канмари. Сори, что я уже в пятый раз про нее говорю, что я прям отдельное видео предупреждение делаю, но объективно вот она учит каким-то правильным принципом по поводу того, как относиться вообще к вещам, которые попадают в твою жизнь. И вот есть вот этот отдельный метод, который помогает как раз людям немножко попридержать новый приток вещей, потому что когда ты расслабился, тебе важно, чтобы это пустое место не было занято хламом, совершенно другим каким-то хламом, только новым. Есть такой принцип, что one in, one out. То есть одна вещь попадает в дом, нужно избавиться тогда от какой-то другой. То есть, например, если я решила, что мне нужен, не знаю, новый чехол для телефона, во что бы то ни стало, то я себе говорю, Стелла, ты можешь купить новый чехол из телефона, только в том случае, если ты избавишься от этого. И этот принцип не про то, что нужно просто постоянно все выбрасывать, а про то, что, скорее всего, если я посмотрю на этот чехол, подумаю, ну он как бы нормальный еще, ему там, не знаю, полгода, ну как-то жалко мне от него избавляться, ну ладно, тогда я не буду покупать новый чехол. И то же самое с вещами, если у меня есть ощущение, что вот что-то мне надо какую-то новую рубашечку, и тогда я хожу к гардеробу и говорю себе, это вещь, которую я давно хотела от нее избавиться, ну вроде мне было жалко, а теперь у меня на весах, да, вот есть этот выбор. То есть мне новую рубашку настолько сильно хочется, что я готова от чего-то избавиться в своем гардеробе, или не настолько. Соответственно, если я понимаю, что мне объективно нужна новая рубашка или вот какая-то конкретная, которую я давно хотела, то мне будет не жалко избавиться от вещи. Но это будет каким-то образом как бы постоянно держать приток вещей в каком-то балансе, да, то есть новые вещи прибывают, а какие-то вещи убывают. Также, кстати, метод может работать для тех людей, которые не хотят делать сейчас какое-то расслабление, деклата, или у них нет времени или желания, или вообще как-то понимания, зачем им это надо делать. Тогда они включают вот этот метод, только не один на один, а один на два. То есть, например, чтобы купить какую-то новую вещь, я должен выкинуть 200. Соответственно, каждая новая покупка позволяет мне чуть-чуть расслабляться. Это позволяет делать это более как-то спокойно, более естественно, в какой-то, ну, может быть, медленной, да, манере, но тем не менее, все равно как бы каждый раз, получается, покупаю что-то, я на самом деле от большего количества вещей избавляюсь. Но в целом надо, конечно, понимать, что такой вот метод один one in, one out или там один к двум, да, конечно, этот метод глобально не поможет с расслаблением, если вещей прям очень много. То есть, когда вещей мало, например, вы переехали в какое-то новое место, вы не успели еще захламиться, или, в принципе, вы когда-то давно расслаблялись, то есть вот, например, для таких людей, как я, да, которые когда-то давно расслаблялись, потом переезжали, я думаю, что это был бы классный метод, чтобы держать какой-то баланс и чтобы постоянно развивать все навыки и избавляться от тех вещей, которые мне уже не нужны. Причем, опять же, избавляться, это не обязательно выбрасывать на помойку, это и распродавать вещи, то есть вот тоже то, чем у меня научил деклаттеринг, то, что я постоянно выкладываю какие-то ненужные мне вещи на сайт аналогичный Авито, здесь в Америке это Крэглист, и время от времени я продаю что-то, и иногда даже это очень забавно, что я там какие-то цветы продавала, например, которые я сама вырастила, то есть я их не покупала, я где-то там каких-то нарвала черенков, разрастила их и поняла, что у меня 15 одинаковых цветов, и мне нафиг они не нужны на 15, я их продала, выручила какие-то там 5 долларов за каждый цветок, и такая, о, 25 долларов заработала, not bad, not bad, поэтому мне кажется, что вот такой вот метод, да, один выкинул, поэтому такой метод, две выкинула, одну принес вещь в дом, помогать тебе ограничивать приток новых вещей и тоже как-то приобретать какие-то привычки по грамотному исправлению от вещей. Какие еще есть странные методы расслабления? Есть такой классный метод, я его, кстати, не пробовала, но про него очень много слышала, называется метод четырех коробок. Этот метод очень классно подойдет для тех, кому сложно вот потратить все дни, да, на кон морей, кому не нужен этот капсульный гардероб, и кому в принципе, в общем-то, самое сложное во всем расслабление, да, понять, какая вещь нужна, какая не нужна, и есть вот как раз этот страх, что вдруг я выкину что-то, что мне понадобится. Итак, что это за четыре коробки, или это могут быть пакетики, кучки, не знаю, все что угодно. Первая коробка, ну, понятно, то, что вы оставите, это вы гарантированно, знаете, что вам эта вещь нужна, пригодится, вы хотите ее оставить, в общем, те вещи, с которыми нет сомнений. Следующая коробка, это вещи, про которые вы понимаете, что они вам не нужны, это коробка того, что вы, от того, от чего вам надо избавиться. Туда относятся вещи, которые вам нужно кому-то отдать, друзьям, знакомым, перепродать там на каком-то сайте, не знаю, для того, чтобы какие-то деньги выручить, если эта вещь более-менее ценная, отнести куда-то в пожертвование, то есть, это, в общем, все то, о чем вы знаете точно, что вам пора избавляться. Третья коробка, это коробка с вещами, которую нужно временно просто убрать, вы понимаете, что они сейчас лежат в шкафу, занимают место, но, может быть, это какое-то платье, которое вы одеваете только на праздники, может быть, где-то какой-то предмет, которым вы редко пользуетесь, то есть, и вы можете сложить в коробку, чтобы оно не лежало, в общем-то, на глазах. В этом смысле, мне не очень нравится этот метод, я вообще против таких вот коробок, потому что обычно, когда ты что-то складываешь, потом ты вообще не помнишь, что это есть. И в этом смысле, отдельный от меня лайфхак, когда я собираю такие коробки, там, условно говоря, оставляю какие-то вещи у родителей, да, в России, то у меня есть фотография всего того, что есть в этой коробке. То есть, я фотографирую каждую вещь, складываю там это в блокнотик, опять же, в Evernote, и если мне потом нужно будет просмотреть, а что там у меня вообще в этой коробке лежит, я хотя бы смогу это сделать. И четвертая коробка, это вещи, про которые я не могу принять никакого решения, то есть, вроде бы и нужна, а может быть и не нужна. В общем, нужно определиться. Эти вещи вы складываете тоже в отдельную коробку или в отдельный чемодан, и, в принципе, можете убрать их потом куда-то, да, в шкаф подальше, и если в ближайшие несколько месяцев вы ни разу про эти вещи не вспомните, то, скорее всего, несколько месяцев, то не так-то они сильно нужны. Этот метод, наверное, такой самый простой в логистике и сравнивая, да, с методом Конмари, но мне кажется, что он оставляет слишком много поля для того, чтобы не выбрасывать вещи в реальность, а просто перекладывать их с коробки в коробку. Переложить все в коробку, я это когда-нибудь продам, и потом это так никогда и не продастся, а потом через месяц вы просто обратно закинете этот в шкаф или перекинуть это в коробку на хранение, и потом это будет там годами храниться. Ну, то есть, лично мне бы такой метод не очень подошел, я люблю уж такие радикальные методы, чтобы уж расчистился и доволен жизнью. Но, наверное, для кого-то этот метод может сработать. Если все-таки вам этот метод понравился, посмотрите в интернете тоже разные подходы, потому что есть разные способы назвать эти коробки. Кто-то еще разделяет отдельно, например, то, чтобы продать или отдать, пожертвовать, отдельно отделяет то, что вообще сразу выкинуть, то есть сразу, чтобы вынести на помойку и не мешать это вместе. То есть, мне кажется, что достаточно практично разделить это прямо по кучкам, что вы будете с этими вещами делать, и в этом смысле даже может быть больше, чем четыре коробки. Может быть, коробка выложить на Авито, коробка отнести в Донейшн. То есть, мне кажется, что в этом смысле это как-то более потом будет проще от этого избавляться, чем просто все накидать в одну коробку и избавиться, а потом, в общем-то, думать о том, куда эту коробку как расфасовать. Метод придумали его тоже эти ребята-минималисты. Это как раз еще они его придумали, когда только начинали свое минималистичное движение. Что такое пэкинг партии? Пэкинг партии – это вечеринка, пэкинг – это сборы, вечеринка слэш сбор. Как предлагали ребята-минималисты, что вы зовете всех ваших друзей, и они помогают вам, в общем-то, весело деклатриться под винишечку, не знаю, какую-нибудь пиццу и еще что-то, или какие-то снэки. То есть, вы это весело делаете, потому что процесс расслабления, он такой очень эмоционально сложный. Иногда вы устаете принимать решения по поводу каждой вещи, и вы в какой-то момент просто ложитесь на эту кучу вещей, такие, все, я больше не могу. А когда у вас есть друзья, все это шутками-прибаутками, где-то проще на другого человека возложить, да, ответственность. Например, вы ему дали аптечку, искали, все, отсортируй все лекарства, которые вышел срок годности. Тут уж как бы вам не надо, да, участвовать в этом процессе, ваш друг, наверное, справится с тем, чтобы прочитать этикетки. То есть, можно, в общем, как-то весело и быстро расслабиться. А вторая часть вот этого пэкинг партии, да, метода заключается в том, что вы все вещи складываете в коробки. Соответственно, все у вас убрано. Ну, оставляйте какие-то базовые, да, вещи, которыми вы там, не знаю, там, условно говоря, зубная паста, зубная щетка, один крем, не знаю, там, пару трусов, 10 маек, там, 10 каких-то предметов одежды. То есть, оставляйте такой минимум вещей, как вот если бы, там, не знаю, с чемоданом, да, с одним летели. А все остальные вещи собирайте в коробки. И вот они в коробках лежат. И когда вам какая-то вещь понадобится, вы из коробки достаете. То есть, это как раз похоже на переезд, да, когда вы переезжаете в новую квартиру, у вас там все эти коробочки подписаны, это кухня, это ванна, это еще что-то. И вы постепенно достаете вещи по мере необходимости. И, соответственно, их идея в том, что когда вы переехали, не доставайте все вещи сразу, а доставайте по одной по мере необходимости. И через какое-то время вы поймете, что в коробке, возможно, так и остались вещи, которые вам в ближайшие, там, пару недель, которые вам в ближайшие, не знаю, там, два месяца вообще не понадобились, ни зачем. И я вот помню, когда я на Бали часто пережала из дома в дом, всегда оставалась какая-нибудь коробка или две, где на дне лежала сборище вещей, и ты такой понимаешь, что они объективно не нужны. Но вроде как-то от них избавиться жалко. И вот в те моменты как раз мне удавалось от них избавляться. Либо пока я собиралась, чтобы переехать, я обычно всегда избавляюсь от вещей, потому что глупо тащить в новый дом ненужные вещи. Либо уже по приезду ты разбираешься, думаешь, господи, зачем я это всё принёс? И тогда уже оно тоже летит в помойку или кому-то там передаётся. Но опять же, это такой метод, который всё-таки сработает с теми, кто переезжает. Потому что я не очень себе представляю взять свою квартиру, запаковать в коробки, жить на коробках и постепенно оттуда что-то доставать. Но, с другой стороны, если вы хотите экстремально расслабиться, то, возможно, это прям тот самый метод. Но лучше уж тогда, мне кажется, всё-таки сделать конмари. Так, у меня осталось ещё несколько методов. Они такие уже, мне кажется, более маленькие, по своей сложной технике, ещё более простые, чем четыре коробки. Некоторые из этих методов вы, наверное, даже слышали. Один из таких методов, например, если вы не пользовались какой-то вещью долгое время, то от неё, соответственно, можно избавляться. Для этого даже придумали целую технику, она называется 90-90, и суть её сводится к тому, что если вы чем-то не пользовались последние три месяца, и вы знаете точно, что в ближайшие три месяца вы не воспользуетесь, то можно от этих вещей избавляться. У этого метода есть немножко сложность для тех стран, где, например, четыре сезона. То есть, в принципе, да, может быть, я сейчас вот в мае не пользовался шубой в последние три месяца, и в ближайшие три месяца тоже не воспользуюсь, но, скорее всего, в следующем сезоне она пригодится. То есть, получается, этот метод не супер работает для четырёх сезонов, либо надо как-то исключать те вещи, которые сезонные, и оставлять, например, те вещи, которые... И рассматривать только те вещи, которые, ну, там, сон, говорят, джинсы, да, ты, в принципе, плюс-минус в течение всего года носишь. И вот ты смотришь, например, у тебя три пары джинсов. Ты смотришь, что вот эти две пары ты носишь, а вот эту пару ты и три месяца не носил, и следующие три месяца, ну, вряд ли начнёшь носить. То есть, это скорее, наверное, чтобы избавляться от тех вещей, которые, ну, реально как-то вот залежались в нашем гардеробе, но они нам не нужны. Такой метод, наверное, вряд ли подойдёт к людям, которые уже расслаблялись, то есть, например, вот таким людям, как я. У меня, наверное, нет таких вещей, которые я прям, ну, три месяца не носила и три месяца не буду носить. Хотя, с другой стороны, это хорошая лакмусовая бумажка, что если такие вещи все-таки есть, то это точно знак, что от них пора избавляться. На тот случай, если вы не особо запоминаете, что вы там носите в последние три месяца, не хотите себе гадать про каждую вещь, носили вы ее или нет, плюс у нас есть иногда у людей ощущение, что время как-то летит не так, как оно летит, и кажется, что вот, я вроде в прошлом месяце это надевала. На самом деле нет. Есть прям специальные способы убедиться. Их два, но они про одно и то же. Один связан с вешалками, то есть вы берете вещи на вешалки. Ну, обычно мы, да, вот так вот вещь вешаем. И вы, соответственно, вешаете все вещи неправильно, то есть другой стороной. Ну, в общем, не той стороной, на которую вы обычно бы повесили. И, соответственно, вы там в течение какого-то времени, пару-тройки месяцев берете вещи с вешалки, вы ее, да, одели. Обратно вы уже там после стирки, если вы только один раз при ее одели, повесили обратно, да, какой-нибудь пиджак, например, то вы уже вешаете нормальным способом. И, соответственно, через месяц-два вы можете посмотреть, остались ли у вас какие-то вещи, которые висят, соответственно, все еще неправильным способом. Это говорит о том, что вы к этим вещам месяц, два, три не прикасались. Ну, такой, мне кажется, метод странненький. Но, наверное, в этом что-то есть, если у вас, например, в шкафу обилие вещей, которые там такие более праздничные. Ну, тут у меня есть такая история, что есть какие-то платья, какие-то рубашки, которые я покупаю, но они слишком нарядные, ну, или, может быть, не слишком удобные, чтобы носить дома. И мне кажется, вроде я их ношу, но на самом деле можно вот так вот посмотреть, что вот это платье я точно не одевала за последний год-полтора, но вот оно тогда подпадает. Но, если честно, от этого платья я не хочу избавляться. Ему примерно лет 10, но это одно из моих самых любимых платьев. И я просто иногда, если будет какая-то праздничная штука, я ее одену. То есть непонятно, как этот метод в этом смысле работает. Но, наверное, это действительно для людей, у которых прям очень много вещей, и это хотя бы какой-то вообще способ отфильтровать вещи. Когда ты более-менее уже свой гардероб прозабрал, наверное, это и не нужно. Поскольку не вся одежда у нас висит, ну, опять же, зависит от людей. У нас, например, практически вся одежда, вот вы видите, часть вещей наверху, конечно, сложные, а вы ничего не видите. Ну, ладно, я потом это сниму. В общем, там рулончиками сложены штаны и свитера. Но есть люди, которые, в основном, охранят все в комодах. Есть похожий тоже метод, как понять, какими вещами пользуются, какие и нет. Если вы складываете вещи в рулончики, или неважно даже, что вы штабелями складываете, то каждый раз, когда вы вещь какую-то постирали, ну, соответственно, видимо, вы ее носили, вы ее кладете в самый низ. Получается, у вас таким образом происходит ротация вещей, и наверху, оказывается, вещи, которые вы давно не носили. И если вы себя заловите на том, что каждый раз, когда вы хотите что-то взять, вы лезете в самый низ, да, потому что там любимые вещи, а вещи, которые вверху, это вообще не те вещи, которые вы бы хотели одевать, ну, наверное, тоже какой-то звоночек о том, что это то, что надо расхламить. Но, опять же, вот мне кажется, это какой-то странный способ. Уж лучше просто пересмотреть все вещи и расхламить. Но, может быть, для кого-то это действительно так будет проще, думаю я. Не знаю, напишите, что вы про это думаете. Еще один тоже метод на тему, в общем-то, того, как понять, что расхламлять, что не расхламлять. Есть такое правило 20-20. То есть, если вы что-то можете обновить или заменить за 20 долларов, то есть это касается каких-то простых вещей, какая-то мелочевка, да, которая лежит, которой вы не пользуетесь, и вам вроде жалко оставить. А вдруг когда-то это конкретно вот это прибамбасено мне понадобится. Но если вы понимаете, что вот она мне понадобится, через 5 лет вот я могу пойти, дойти до ближайшего магазина или там строительного магазина, ее приобрести, и будет она там стоить, не знаю, 50 рублей. Если это та вещь, то спокойно от нее избавляйтесь. Опять же, ну, как бы это не про то, чтобы вообще прям от всего избавиться, а это чтобы избавиться от тех вещей, вот на которые вы смотрите и реально понимаете, ну, это какой-то инструмент, который, не знаю, мой прошлый муж забыл, и мне сейчас эти инструменты не нужны, мне их оставить или нет, я им не буду пользоваться. Ну, то есть, опять же, это правило, которое, это такой метод, который тоже включает миллион вообще исключений, да, которые, в общем-то, много к нему можно разных претензий, но это, в принципе, хороший метод, ну, по крайней мере, с точки зрения того, чтобы не накопительствовать вещи просто потому, что когда-то через 10 лет мне она понадобится. Вот, такие вот методы расслабления. Мне кажется, что я рассказала, в общем, про все, что существует. Если у вас есть какие-то методы, про которые я вдруг не слышала, то, в общем, делитесь, рассказывайте, будет интересно. И, как я уже говорила, про Кун Мари будет отдельное видео, более подробное. Поэтому, если у вас есть интерес к Мари, вы еще не читали эту книгу, не пробовали, и вам интересно послушать, что я думаю про Кун Мари четыре года спустя, то ждите это видео, либо, если оно уже вышло, то ссылка на него будет в описании. Ну, все, на этом все. Присоединяйтесь к вам к Патреону, как я уже говорила. Для тех, кто не знает, я на Патреоне выкладываю ежемесячную рефлексивную рассылку, где рассказываю про всякие мысли, которые у меня в голове рождаются, про всякие разные штуки, ну, как бы закулисные, да, которые не попадают в публичное пространство. Если вам все это интересно, следите за моей жизнью, то приходите туда. Ну, и также для всех патронов, как я уже говорила, я выкладываю подкастную версию этих видео. То есть там, где я просто говорю, и это, соответственно, можно слушать в телефоне, да, не обязательно зависать с Ютубом, то там вы можете это слушать. Ну, все. До встречи в следующем видео, и пока-пока!